Всем привет! Меня зовут Дмитрий Рогачев. Добро пожаловать на мой канал и в первое видео 2024 года. Мы с вами не будем менять традиции и снова начнем с изучения тех станций метро, которые мы ждем в этом году. Сразу хочу сказать, мои прогнозы не всегда сбываются, но для этого у вас есть комментарии, чтобы самим попытаться спрогнозировать, что же будет открыто. Итак, начинаем мы с вами видео с улицы Александра Монаховой. Здесь в этом году открыли эстакаду и я впервые снимаю в более-менее комфортных условиях около остановки улицы Александра Монаховой, дом 45А. Сюда никто толком-то и не заходит и раньше я снимал все это на уровне земли, но сейчас вы видите, что здесь уже практически готов один из спусков с надземного перехода, соединяющего местность со станции метро Потапова. И сама станция находится слева по кадру. Мы с вами сейчас подойдем к ней, но здесь, кстати, как всегда, не прочищено. И пока я сейчас иду, а вы смотрите кадры всей этой застройки, я скажу, что на мой взгляд вероятность открытия этой станции 99%, потому что, ну, во-первых, куда еще откладывать строительство. А во-вторых, есть отличное понимание, что станция Потапова подойдет под тот период, когда захочется что-то чиновникам открыть, а открывать нечего. Но это мы с вами разберем на примере Троицкой линии чуть-чуть позже, а сейчас вы уже видите, что это крытая первая наземная отапливаемая станция. Вот она выглядит так сейчас. У нее часть крыши уже готова. Огромные конструкции будут накрывать туннели. И, кстати, вот эти перегоны от Потапова в сторону станции Коммунарка я год назад назвал туннелями, но огромное количество людей мне написали, как же так, ты называешь это туннелем, если это не туннель. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение на эту тему, стоит ли называть подобные закрытые наземные конструкции все-таки туннелями или нет. За те годы, пока я сюда езжу, здесь появилось огромное количество домов, какие-то уже достроены и заселены, какие-то еще достраиваются. С противоположной стороны вы можете увидеть, что тоже очень активная застройка. И там же вдалеке, вот по центру кадра, за этим переходом виднеется еще одна подобная ракушка с выходом, который будет удобен жителям тех новостроек. И вообще в Потапово ожидается приличный пассажиропоток. Несмотря на то, что здесь рядом находится Бутовская линия, но некоторые люди точно предпочтут ехать немного дольше, но в более комфортных условиях. Это доказано и Московским Центральным Кольцом, и МЦД, и в принципе всеми теми объектами, которые сейчас строятся в Москве и были открыты в последние годы. По моему прогнозу, эту станцию могут открыть где-то во второй половине года. Возможно, к дню города, как еще одно достижение, потому что станция наземная, но обещается теплой. К тому же здесь будут готовы всякие разные съезды, заезды, переезды и переходы на трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, которое здесь как раз и планируется вместе со всем открытием метрополитена. Но, скорее всего, эти два открытия будут разнесены. Сейчас асфальт здесь уже частично уложен, но он находится под снегом. По мнению моих зрителей, этот объект наиболее вероятен к открытию во всей России. В 2024 году. Ну, а сейчас мы с вами отправляемся дальше на Троицкую линию, которая вызывает большие вопросы. И здесь мы с вами немножечко порассуждаем. Троицкая линия в 2024 году будет генерировать столько новостей, инсайдов и прочего, что их можно будет сравнить с количеством снега, которое сейчас пошло во время моих съемок. И еще, я думаю, что ветер будет дуть в новостях так же сильно, как сейчас он дует в меня, пока я все это снимаю. А теперь перейдем к более понятным объяснениям без лишней лирики. На Троицкой линии есть три участка, которые мы с вами сейчас будем рассматривать. Первый — Зил-Новаторская. Второй — Новаторская-Тютчевская. Третий — Тютчевская коммунарка. И все эти участки будут открываться либо вместе, либо по отдельности, либо в самых разных сочетаниях. Но это нам с вами нужно обязательно сейчас разобрать. Итак, начинаем с участка номер два — Новаторская-Тютчевская. Это центральный участок всей этой открываемой линии. И он же один из наименее ценных, потому что не уходит ни за МКАД. Ну, точнее, как он за МКАДом имеет одну станцию, но в далеко не самой оживленной зоне. Он не имеет какого-то удобного подъезда к коммунарке, который планируется вывозить этой линией. И в целом получается, что он будет удобен только студентам РУДРН. И геологоразведчикам, а также тем, кто находится там рядышком. И немножечко разгрузят метро-теплый стан, но совсем чуть-чуть. Его открытие, возможно, уже в марте к выборам, по слухам. Потому что начальники уже заявили, ну, вы там молодцы, у вас все хорошо. И давайте открывайте побыстрее, потому что нам надо. Второй участок от Тютчевской до коммунарки строят уже давно. И, в принципе, даже думали, что там какой-то кусочек откроется намного раньше. Но никто, конечно, в это реально не верил. Это лишь слухи были в интернете. И этот участок изначально предполагалось открыть сразу с вторым. То есть второй и третий открываются вместе от новаторской до коммунарки. И это действительно полезно, потому что разгружает метро-теплый стан довольно сильно. Разгружает коммунарку. И, в принципе, добавляет удобства гораздо большему количеству людей. Но тут вопрос в том, что если от новаторской до Тютчевской открытие в марте быстренько успеют, то от Тютчевской до коммунарки вероятность открытия именно в марте очень небольшая. А как это будет к сентябрю, скажем, или к концу года, решать, я думаю, вам. Но я предполагаю, что все-таки этот участок откроется в 2024. А вот дальше участок номер один, ЗИЛ, новаторская, под очень большим вопросом. Там есть авария, которая произошла с одним из тоннелей проходческих счетов. Его нужно будет откапывать. Но сейчас целый год до 31 декабря 2024. И поэтому его можно успеть и откопать, и отремонтировать. А так как там осталось чуть больше 100 метров, даже слухи говорят о том, что, возможно, пройдут, грубо говоря, вручную, экскаваторами. И в целом попытаются как-то это откопать. Но по информации с транспортных форумов, не очень в это верится. А теперь самый главный вопрос. Что важнее? Открыть станции метро к выборам. Очень ценно. Открыть гораздо больший участок, чтобы попиариться и сказать, что мы в Новую Москву еще провели. Или открыть все сразу 31 декабря 2024 года, ускорившись на Академической и на Зиле. И таким образом поставить рекорд по количеству одновременно открытых километров метрополитена. И то, и другое, и третье имеют какую-то ценность. Но единственное, что можно утверждать на 100%, участок от Зилы до Новаторской не откроется единственным. В любом случае, все начнется с Новаторской на юг. А вот будет ли одновременно и на север. Поэтому у меня сейчас большие вопросы. Я от себя ставлю участок от Новаторской и Тючевской 99%. Новаторская Зил, наверное, 50%. А вот от Тючевской до Коммунарки все под вопросиком. Но я думаю, что все-таки открыть так, что 95% оставлю. А вот мои зрители как-то не очень верят в эту линию. Так как в Москве в 2024 году ожидается не очень большое количество открытий, если говорить именно о объектах в целом, я решил, что стоит упомянуть и о других регионах, потому что там все-таки есть надежда на новое открытие. В первую очередь речь пойдет, конечно же, о северной столице. В Петербурге строят участок четвертой линии, строят первый участок шестой линии. И вот в шестую линию я не очень верю. Открывать две станции без пересадки – это ни к чему. И вроде бы как даже перенесли уже на 2025 год, потому что понимают, что в 2025 может быть сумеют достроить пересадку. А вот открытие Горного института на четвертой линии я считаю вполне реальным вариантом. Но все равно это же Петербург, поэтому я бы дал этому процентов 60. На шестую линию я дам, ну, наверное, процентов 20. Вдруг захотят по-московски запустить с наземной пересадкой, хотя это, конечно, глупо, но глупостей у нас сейчас очень много. Новосибирск со спортивной – один большой вопрос. Либо там чиновники сменятся, хотя я понимаю, что там уже какая-то смена пошла, либо произойдет чудо, и неожиданно Новосибирск захочет развиваться, имея огромные возможности, но не может достроить даже одну станцию. Там то одно не готово, то другое не готово. В общем, в Новосибирск я ставлю 50%, потому что там вообще непонятно, где на самом деле зарыта эта проблемная собака. А вот с остальными городами большой-большой вопрос. Ну, как остальными? Красноярск, конечно же, только начнет, в лучшем случае. А вот Нижний Новгород и Самара – это города, которые под большим вопросом. Если раньше можно было бы поверить в открытие Самарской станции театральной в 2024 году, то сейчас эта вероятность снижается очень сильно. А ведь там и котлован сделали, и тоннель-проходческий щит был готов стартовать, и вообще вроде бы все шло очень даже неплохо, для Самары так вообще отлично. Но большие проблемы, суды, недорастеление домов. И в целом сейчас в Самару даже мои зрители не особо верят, и больше верят в Нижний Новгород. Хотя в Нижнем нужно построить не два туннеля, а четыре, не одну станцию, а две. И вообще в Нижнем гораздо более ценные станции, гораздо больше нужно стараться, и открытие в 2024 крайне маловероятно. Но вот зрители верят, а я бы обоим городам поставил по одному проценту, не больше. И еще мои зрители предположили, что стоит упоминать Минск. Но в Минск я тоже не очень верю. Я думаю, что скорее в Минске мы с вами в 2025 году услышим про открытие. Но меня тут уже сиреной прогоняют, мол, иди отсюда, отдыхай, отмечай. Потому что я снимаю 31 декабря, тут снег прошел, народу нет вообще на площади трех вокзалов. На этой центральной части даже в снег обычно кто-нибудь появляется, чтобы пофотографировать красивые виды, и всякие тут туристы иногда встречаются. Но сейчас здесь я один вместе с вами. Ну а какие станции ждете вы, пишите в комментариях. И спасибо за то, что вы начинаете этот год вместе со мной. До новых встреч. Пока.